Привет всем! Сегодня я вам расскажу про шлем Scorpion ADX1 Чем же так хорош шлем Scorpion ADX1? Это все очень просто Если сравнить его с аналогичными моделями таких эндуро шлемов Во-первых, это флипап или модуляр, как его еще называют Это очень удобная функция для тех, кто часто любит эндурить И реально становится жарко, можно открыть, подышать Плюс для установки гарнитуры гораздо больше места И это реально удобно Подкладка здесь, как я и говорил ранее, это все фишки Scorpion Квик-квик, которая снимается, ее легко стирать В самом деле штука очень нужная, особенно для эндуристов Потому что жарко, ты потеешь Плюс грязь, лес, песок, ну скажем так, это очень-очень важно в самом деле Далее, этот шлем ADX1 еще местами позиционируется Как вот такой шлем, который можно превратить в шлем для стритбайка Это делается очень просто Вот эти вот крепления, они откручиваются Раз болтик, два болтик И козылек этого шлема демонтируется После чего у нас получается вот такой вот шлем Со всеми формами интеграла, которые можно использовать Как на стрите или на спорте И как бы это реально, ну, интересная фишка И по сравнению с другими шлемами у других этого просто нет Я вот просто хотел с тобой поспорить Как бы шлем с такими формами И для трассы, ну, реально, он будет шумноват И поэтому позиционировать его как такой вот сверхуниверсальный шлем Который можно использовать и на трассе Я бы все-таки не стал Давай, ну, как-то адекватнее смотреть на вещи Мне кажется, все-таки это немножко маркетинг Ну, может быть, я тот и прав В принципе, сказать, что вот эта вот часть сильно аэродинамично идут Ничего не сказать Но зато вся эти вот козыревочки, все проще, очень легко вставляются То есть монтаж очень простой И накладочки, которые закрывают визор, они идут в комплекте Кстати, в комплекте этого шлема еще идет также и пинлок Что, в принципе, является неплохим бонусом, как я говорил уже И, как вы видите, я спокойно от руки закручу эти болтики Естественно, надо будет их ножиком поджать Но не сильно, без фанатизма Потому что все-таки это алюминий используется Вот, одним из плюсов этого шлема, кроме всех остальных Является еще наличие очков То есть, в принципе, шлем по функционалу, наверное, самый, не знаю, самый крутой Или, там, не знаю, самый функциональный из всех, которые я реально встречал за всю свою жизнь Потому что я видел и модуляры, и шлем, у которых снимается маска и так далее Но чтобы шлем мог быть вот таким вот универсальным, я встречаю впервые В принципе, что я могу сказать Шлем классный, остается только его померять и рассказать о своих ощущениях Матуляр лучше надевать, когда он открыт Ну, как я рассказывал ранее, у меня 58, это М-ка И реально М-ка, в принципе, села неплохо, по ощущениям Ну, что я могу сказать Ну, шлем сидит, ну, на мой взгляд Конечно, ну, головы у всех разные Сидит очень удобно Есть легкий дискомфорт вот здесь, в районе щек Ну, просто шлем новый И поэтому, пока он просядит конкретно под мое лицо, надо немного подождать Но таких болевых ощущений нет Просто плотненько Просто очень плотно И, в принципе, это очень правильно Что еще? Он не тяжелый Но... Сейчас, секунду Вот одна из вещей, почему я лично не люблю шлемы с очками Это то, что появляются дополнительные шумы То есть, я рисую головой И немножко слышу свои очки Если я их опускаю, я их не слышу Поэтому при выборе шлема, конкретно я, выбирал уже себе шлем без очков Потому что я ими и не пользуюсь И вот этот вот лишний какой-то шумок меня раздражает Но, в любом случае, выбирать вам Желаю вам всего хорошего Пока! Субтитры сделал DimaTorzok